Дорогие коллеги, здравствуйте! Спасибо вам за то, что к нам сегодня подключились. Мы начинаем новый блок нашей лаборатории. Этот блок будет посвящен военным дневникам, и в частности, одному ранее не публиковавшемуся дневнику. Он хранится в архиве Еврейского музея и Центра толерантности, и его мы сможем почитать и обсудить на следующей нашей встрече. А сегодня мы услышим лекцию, посвященную специфике жанра военного дневника и специфике самого способа вести дневник в 40-х годах, в советских условиях и в условиях войны. Наш сегодняшний лектор в особом представлении не нуждается, я думаю. Это Олег Витальевич Будницкий, историк, профессор высшей школы экономики и директор Института советской и постсоветской истории. Высшей школы экономики. Публикатор большого количества эго-документов, в том числе и военного времени. Олег Витальевич, вам слово. Да, спасибо, Георгий. У нас какой вообще формат? Насколько у нас лекция рассчитана? Где-то час. Ну, слушатели там не завянут вообще. Вот. И, значит, я бы просто хотел, чтобы тут не было такого говорения, тем более с черным квадратом, да? Там какие-то люди написаны. Ну, иногда приятно, не иногда, а всегда приятно посмотреть на лица слушателей. Вот. Я бы хотел, чтобы как-то это у нас проходило не в той форме, что я вот вещаю, а там слушаю, чтобы была какая-то обратная связь. То есть, если возникают какие-то вопросы по ходу дела, то как-то, я думаю, Георгий, вы будете вести, да? Там есть кто-то там, не знаю, хочет спросить, то, опять же, вот есть вопрос, и можно его задать устно, чтобы все слышали, или там написать в чат, когда вы его как-то озвучите. Если по ходу дела возникают какие-то такие вопросы, я думаю, что это довольно продуктивная форма, особенно когда мы вот в таком онлайн-режиме. Так, это первое. Ну, собственно, второе – это о военных дневниках, да? Кто их вёл, при каких обстоятельствах, кем были эти люди, почему они вели дневники, ну и так далее. И вот, по большому счёту, эти вопросы, они ничем не отличаются от тех же вопросов, которые задают исследователи дневников, или историки, которые используют дневник как исторический источник, пытаются что-то извлечь. Да? Разница лишь в том, что это война, и это в высшей степени неудобное время для ведения дневника. Ну, хотя бы потому, что вообще стреляют на войне, да? Стреляют, бомбят и многое чего другое. И как вообще технически можно вести дневник? Возникает вопрос, и кто мог эти дневники вести, и сколько вообще этих военных дневников, и можно перечислять и дальше-дальше эти вопросы. Сразу я хочу снять один такой вопрос, который всегда мне задают. Ведь вести дневники на войне было запрещено, всегда говорят, да? В любой аудитории эта тема возникает. На самом деле, никакого специального приказа о том, что запрещено вести дневники, никогда издано не было. Во всяком случае, он историками до сих пор не обнаружил. Были общие представления о секретности, общие соображения о секретности. И, в общем-то, учитывая эти обстоятельства, вести дневники, конечно, было совсем нехорошим делом, если это попадет в руки противника. Такие случаи, кстати, бывали. То по этому дневнику можно что-то понять о состоянии противника, в данном случае, Красной армии. Если даже там нет конкретных сведений о месторасположении, планах и еще о чем-то, в дневниках обычно об этом не пишут, или пишут крайне редко, то там будет, в общем-то, понятно, в какой-то степени, каково состояние моральное, состояние снабжения, скажем так, взаимоотношения внутри Красной армии и для противника это тоже ценная информация. Поэтому часто тех, кто ввел дневник, дальше не надо этого делать, как вспоминал Зиновий Черниловский, юрист, который во время войны был замполитом пулеметной роты, командир, заметив, что он ведет дневник, просто взял его и бросил в... Чуденслав Камин, да, бросил в печку, да, значит, такую в избе растопленную, в которой они стояли, сказал, что товарищ Сталин приказал расстреливать тех, кто ведет дневники. Ну, товарищ Сталин ничего такого не приказывал, да, но характерно представление командира, что это страшное такое преступление. Есть и совершенно противоположные случаи, когда люди открыто совершенно ввели дневники, более того, иногда читали вслух товарищей. То есть никакого единства здесь не было. Видимо, по большей части это не приветствовалось, но в то же время, в то же время во многих случаях люди открыты ввели дневники, и никто им худого слова не говорил. Иногда бывали беседы у тех, кто делал какие-то заметки с сотрудниками особых отделов. Например, военный переводчик Ирина Дунаевская вспоминает, что с ней несколько раз по разным поводам беседовали разные особисты, интересовались, что там она записывает. поскольку там не было ни номеров частей, ни фамилий, в общем, не было того, что есть военная тайна, то Ирина говорит, ну ладно, можешь продолжать делать записи, то посмотри, чтобы ничего там какого не было. Другой случай известный, или менее известный, скорее менее известный, Елена Каган, переводчик специальной группы СМЕРШ, заданием которой было отыскать Гитлера или его останки, так она всю войну делала запись. Елена Каган более известна под своим литературным псевдонимом, который стал впоследствии фамилией Елена Ржевская. Так, и понятно, что она вела записи, потому что до начала войны она была студенткой литературного института, она хотела быть писателем, потом действительно и стала, и на войне она пыталась делать записи, и, собственно, делала. И впоследствии, когда я познакомился с ее этими тетрадями фронтовыми, понятно, что очень многие ее вещи, они просто выросли из этих записей, и это, в общем, такая литературно обработанные дневники военного времени. Так вот, когда они действительно обнаружили труп Гитлера, и было произведено вскрытие, вскрывала, кстати, вот женщина Анна Маранц, главный патологоанатом, исполняющий обязанности главного патологоанатома Первого Белорусского фронта, майор медицинской службы, останки были ужасно обгоревшие, понять, кто это был такой, было крайне сложно, но челюсти, зубы оказались в прекрасной сохранности. Это стопроцентный идентификатор личности. И Елена Каган, лейтенант, она, в общем-то, записывала, что там происходило и так далее. Потом вам сказали, что это все страшные секреты. Одним из парадоксов общей советской политики было то, что об обнаружении трупа Гитлера не было объявлено. Это был, что говорит Палешинель. В общем, на Западе о том, что произошло с Гитлером, хорошо знали. Информация, эту информацию было, в общем, невозможно скрыть при определенном пристах свидетелей, тех, кто успел убежать там из Берлина и так далее. Но, видимо, это, отсутствие, то есть сообщили, что вот Гитлер покончил с собой, но об обнаружении трупа не сообщали. И, возможно, это была такая вот страшилка, что, смотрите, а может быть Гитлер это скрывается, поэтому нужно быть всем на чеку там и так далее. Это мои домыслы, но я не знаю, чем еще можно это объяснить. Так вот, Елена Каган, она тщательно заштриховала все то, что касается зубов Гитлера в своей тетради. Тетрадь она все-таки не уничтожила, но это все было заштриховано, она давала подписку о неразглашении, и это в общем хранилось, так сказать, ну не за семью печатями, но хранилось у нее дома, и она никому не рассказывала до тех пор, пока не опубликовала 20 лет спустя после этих событий книжку под названием «Берлин май 45-го года записка у юного переводчика», где вот впервые поведала миру о целистах всего этого дела. И хотя это произведение называется «Записками», это, конечно, не совсем записки, это вот такой текст, написанный на основе дневника. Там возвращаемся к тому, кто вел дневники и почему эти люди вели дневники. Ну, во-первых, это люди образованные, по крайней мере, если не закончившие среднюю школу, это уже был очень образованный человек в предвоенном Советском Союзе, надо понимать, что культурная революция и так далее это такой большой советский миф. В каком плане миф? В том плане, что на кануне войны население было все-таки еще не слишком грамм. Если память не изменяет, то на каждую тысячу взрослого населения приходилось 70, ну, там с долями цифры, я называю, называю, конечно, руляю до целого, порядка 77 человек со средним образованием и 6, между 6ю и 7ю с высшим образованием. Так их очень много. И это, как правило, это городские жители. Львиная доля населения страны, что там она думала, как переживала войну, так нам это известно крайне плохо. Львиная доля это крестьянство, это сельские жители. Их накануне войны еще две трети населения по переписи 39-го года. Так что те, кто вел дневники, это представители меньшинства. Меньшинства незначительного, образованного, городского и еще имеющего обыкновение что-то записывал. Да еще в тех условиях, когда во многих случаях и пожалуй в большинстве записывать в общем не рекомендовалось или напрямую запрещение. так и казалось бы, что при этих условиях у нас считалось до я не знаю ли еще 20 тому назад, что военные дневники это совершенно уникальное явление, что их крайне мало и действительно крайне мало, если сопоставляется общая численность Красной Армии. Общая численность Красной Армии, вот кто скажет на скрипку, какова численность Красной Армии за время войны. предположим. 30 миллионов. Ну вот видите, замечательно. Вы все знаете. Ну несколько больше, 34,5 миллиона, 34,5 миллиона предвоенная армия, 5 миллионов, более чем 5 миллионов, 29,5 миллионов человек мобилизовали в армию в годы войны. Так, значит, конечно, это ничтожная доля. В то же время, в то же время, я прошу прощения, так, и, скажем, речь поначалу шла о десятках имеников. Выяснилось, что их сотни, как минимум нам известные и опубликованные по большей части, и, скорее всего, тысячи. Тысячи, которые есть надежда, что они где-то сохранились. прежде всего, в домашних архивах, плюс к этому некоторые, возможно, не были уничтожены сотрудниками спецслужб при аресте, потому что в ряде случаев введение дневника служило основанием для ареста. Если человек что-то такое записывал, кто-нибудь на него денюс. Так, иногда эти дневники довольно редко сдавались на хранение в архивы государственные, так, но по большей части они обнаруживаются в домашних архивах, и вот я иногда введу, ввел передачи на радиоэхо Москвы в программе «Цена победы», там до этого в программе не так, и я несколько раз заканчивал свои передачи призывом, обращением, что если у кого-то есть в домашних архивах дневники или какие-то документы военного времени, не позднейшие, через там, это сейчас происходит, 50-60 лет взятые интервью там, или воспоминания, записанные кем-то, а дневники, записанные, написавшиеся тогда, здесь и сейчас, когда человек не знал не только то, что с ним будет завтра, но иногда не знал, будет ли он жив сегодня вечером, да, так, и, к моему удивлению, люди откликались и присылали сканы, иногда передавали оригиналы дневников из самых разных мест, там, я не знаю, Новосибирска, Москвы, Штуткарта, самых неожиданных мест Нью-Йорка приходили какие-то дневники или дневниковые записи, иногда переписанные, к сожалению, впоследствии автором, иногда бывали случаи, когда родственники переписывали и на этих дневниках явные, конечно, следы редактуры в этом случае, если нет оригинала, то, конечно, к тексту нужно относиться крайне осторожно и проверять. Проверять, если там, ну, например, очень интересный дневник медсестры мне, значит, прислали, и все там замечательно, и видно, что там какие-то моменты действительно писали здесь и сейчас, и вдруг там идет что-то о фильме «Кубанские казаки». «Кубанские казаки», который, как известно, был снят после войны. И понятно, что в 1942 году вспоминать о счастливой жизни начнут по фильму «Кубанские казаки» автора дневника никак не могла. Но все мои попытки, причем переписала дневник сама автор, а ее дочка упорно не хотела представить оригинал и говорит, ну, вот мама так хотела, я в таком тапе должна ее стать. Ну, вот такие бывают случаи. Это не означает, что любой переписанный дневник на самом деле он как-то отредактирован. бывает, что действительно когда рассыпающиеся листочки, тогда уже люди переписывали, перепечатывали и так далее. Вот. Что еще можно сказать об авторах? Ну, почему? Писали, кто писал. Писать на передовой дневнике практически невозможно. Хотя случаи такие бывали. Несчастливые бывали, когда дневники писали люди и в том числе в ходе боевых действий. Я об одном таком дневнике расскажу поподробнее чуть-чуть. Там чаще всего это офицеры или командиры, как они их называли, до конца 42-го года, когда были офицерские звания введены в Красной армии. нередко это переводчики, сотрудники, работники штаба, штабные работники, политработники. конечно, немало текстов осталось от журналистов, которым разрешалось делать записи военных журналистов. писали люди, не имевшие литературы какого-то отношения, но мечтавшие стать писателями. Это не единичный случай. Борис Сурис Одессит он немножко иронически писал, что я хочу написать роман. Роман писал с тремя р. Шуточки шуточками, но он между делом выписывал фамилии немцев, которых допрашивал как переводчик, для того, чтобы использовать их в будущем роман. Роман в итоге так и не написал. Написал замечательный дневник, он опубликован, оригинал дневника Бориса Суриса, он стал художником. Его дети, внуки уехали в Израиль и здесь где-то у них есть оригинал дневника. Дневник опубликован в Москве, замечательный интересный, но вот такое ощущение, что какие-то фрагменты там опущены. Олег Витальевич, извините, пожалуйста, что перебиваю, но у некоторых не видно демонстрацию экрана, вы бы могли ее выключить и включить снова? Она приостановлена просто. Да, приостановлена. Она просто приостановлена, я потом продолжу и там покажу. Тут пока только заголовок, больше ничего. Так, как я уже говорил, Елена Ахаган собиралась и стала писателем, Ирина Дуна-Евская вела такие дневниковые записи и говорила, может быть, я вот такая простая девчонка когда-нибудь напишу книгу о войне. Ну, простая девчонка вообще-то училась на восточном факультете Ленинградского университета, в общем, хорошо, неплохо угодила немецким языком и так далее. После войны стала относительно известным историком востоковедом, занималась деревним востоком, хеттами. Так, ну, вот такие, да, и там любопытные такие вещи. Она, значит, читала, ну, она поступила, по-моему, на русское отделение, потом она перешла на иностранное отделение, потом уже исправила востоковедение, и в одной своей записи она досадово что-то читает на раньше от Абриана в переводе, потому что в оригинале достать невозможно. Она такая была, простая девчонка. Вот кто был совсем ну, в кавычках, конечно, простой, простых людей вообще не бывает, и мечтал тоже стать писателем, это Владимир Гельф, о дневнике которого я сейчас расскажу подробно, потому что, я смотрю, люди уже стасковались по картинкам, говорящая голова немножко утомляет, вот, и дневник, которого ваш покорный слуга вместе с сотрудниками Татьяной Львовной Ворониной и Ириной Махаловой опубликовали в такой, с подробными примечаниями, иллюстрациями и так далее. Но история такова, история такова этого дневника, точнее, этой публикации. Мне, собственно, попадались в интернете таково, ну, скажем, любительского плана публикации этого дневника. Ну, это сложно было быть публикацией, потому что явно были соединены вместе разного рода документы. Там дневник, какие-то заявления, характеристики, письма, явно есть какая-то путаница в словах и так далее. Ну, рассказываю в одной из передач о последних дневникам. Я упомянул об этом дневнике, потрясающего, который потрясает двумя вещами. Во-первых, своим объемом он начат летом 1941 года, завершается осенью 1946 года, когда автор дневника служившей Германии в оккупационных войсках советских собственно уже демобилизовался и едет домой, едет к Петровску. И во-вторых, совершенно запредельная откровенность. Так вот после этой передачи на радио позвонил сын автора дневника. Автора дневника уже не было в живых. Он, к сожалению, прожил не очень долгую жизнь, в 60 лет скончался. Сын позвонил, он живет в Берлине, Виталий Владимирович Гельфанд. Он позвонил на радио, там дали мой телефон, он мне сказал, вот я хочу издать его очень в России. Дневник к этому времени вышел, часть его по-немецки, был приведен даже на шведский язык. Но там та часть, которая посвящена была только его пребыванию в Германии. Сначала в качестве завоевателя, а потом в качестве офицера оккупационных войск. Ну и настал момент, когда я говорю, нужны вообще сканы всего этого делать, потому что явно что-то нужно расшифровать, как-то систематизировать и так далее. Но в один прекрасный день я оказался в квартире Виталия Владимировича в Берлине. И меня еще интересовал гигантский объем, как это все было возможно. Там стояла такая коробка, коробка, в которой были сложены записные книжки, отдельные листы и вообще все, на чем можно было писать. Бумага была, конечно, страшным дефицитом в военное время. И вот смотрите фрагмент дневника. Вот так это выглядит и это расшифровка. которая сделана была от этого тефта. Вот еще один фрагмент. Видите, как это записано? Вот это было с 41-го, вот это 42-го. это как и Церетели, значит, вот вокруг. Видимо, это вырвана страница из книги с сочинениями Церетели. Есть, есть, где писать и тут идет запись. Чем замечательный этот дневник? с несколькими вещами. Во-первых, его автор очень наивен. Он практически со школьной скаменизм с небольшим периодом, когда пока ему не исполнилось 18 лет, он не был призван в армию, он там служил электриком в седопах. Он вот таким полуформировавшимся, полуподростком, полюношей, значит, вот он этот дневник видел. Не знаю, может быть, он вел дневников в этапе раньше, но вот он начинается в 1941 году и первая его реакция, кстати, когда началась война, но теперь придется изменить планы на каникулы. Ну, действительно, планы на каникулы пришлось изменить. И он в дневнике все-таки ведет обычный, имея в виду какого-то читателя в будущем. Волей него. Даже если декларируешь все для себя и так далее, но как-то человек до последней такой откровенности обычно не идет. Здесь другой случай. Здесь это чрезвычайно, просто в высшей степени откровенно. Он пишет о себе какие-то крайне нелицеприятные вещи, которые, ну, не знаю, более взрослый, что ли, человек, наверное, стал записывать. в том числе о своей какие-то неприглядной поступке и так далее. Там, что еще в этом дневнике поражает, кроме его объема, продолжительности, откровенности, то, что это пишет человек из реально боевых частей. он минометчик. Хуже, ну, в смысле, ближе к смерти, только пехота. И он этот записи продолжает вести во время обстрела, во время боев. После того, что вот в один конец окопа длинного там попал снаряд, тех, кто там находился, убило, а он опять чудом уцелел. Вообще, за все время войны он был один раз ранен в палец, была крайне неприятная штука, потому что возникло нагноение, там, панорица и так далее. Он попал в церемонию, господи, долго приводили в чувство. Но ему, конечно, в этом плане повезло, потому что он был в очень горячих боях, особенно, скажем, осень 43-го года бои за Украину, довольно страшные чудо-освобождение в Украине, чудовищные сражения, и он там просто потерял счет дня. Он не знает, какое число, но продолжает записывать. некоторые записи просто такие ужасающие, да, он разговорился, значит, с девушкой, с инструктором, явно она ему понравилась, он отмечает, его все время обходят, обделяют наградами, он это переживает, вот девушка с медалью и так далее, вот они с ней поговорили, что-то у нее было, значит, плохое предчувствие, до нее все будет хорошо, начинается обстрел, и он галантно уступает ей свой окоп, который он отрыл, индивидуально, но он глубже, и сам где-то там тоже залег, и снаряд попадает именно в этот самый окоп, который наступил девушке, и он так описывает, что от нее осталось, там нога, там еще какие-то части, там тела, в общем, как-то это он заставил фулкат собрать, чтобы похоронить, написали на досечке, кто это, и так далее, что важно в данном случае, кроме вот таких поразительных вещей и устрашающих, где показана такая реальная война, то, что это все можно проверить, есть по счастью электронные базы данных Министерства обороны, общедоступные, мемориал, например, и можно пойти на базу данных мемориал, набрать фамилию, имя этой погибшей девушки и убедиться, что Гельфан действительно это записал как раз в гении ее гибели и так далее, так же как можно прочитать о ней в связи с ее наградой в базе данных подвиг народа, где собраны наградные листы всех участников войны и так далее. Так, что еще характерно для этого дневника, он вообще ничего не приукрашивает. Так, в армию на фронт он попал рядовым, а так сержантам, точнее в период Харьковской катастрофы, в мае 1942 года, когда Красная армия пыталась осуществить наступление, особо лить Харьков, но план был неудачен, неверно оценили силы противника, только здесь немцы готовились перейти к наступлению, сильнейший контрудар, Харьковское окружение, колоссальные потери, и после этого как раз Красная армия стала откатываться до Донова, потом и Сталинград. Валеретт тяжелейший момент, он описывает, и у некоторых авторов дневников есть такое свойство, если не приукрашивать, то во всяком случае не слишком расписывать какие-то негативные моменты, он пишет все прекрасно. Но возможно самая интересная часть его дневника связана с пребыванием в Германии. Ну вы знаете, что на тему Красной армии в Германии взаимоотношения с местным населением скажем не всегда джентльменским обращением с немками так у него в дневнике написано об этом есть там полемика на эту тему и так далее у него в дневнике довольно подробно расписаны и некоторые эпизоды, которые он наблюдал и его собственные взаимоотношения с немецкими женщинами. Ну вот например запись 15 мая 1945 года вот вы видите ее расшифрованную несколько дней назад я встретил возле столовой двух красивеньких немых девушек разговорились они меня сравнивали с итальянцем и говорили что у меня очень черный волос делали комплименты о чем я не применовал заметить слово комплимент вызвало почему-то у них восторг и выразили мимикой свое ну и так далее но в чем тут интерес всей этой истории значит что девушки были не одни а с ними была мамаша и что они хотели они хотели еды он вынес там каких-то пирожков вот они пришли в полный восторг и мамаша явно пришла в общем поторговать своими дочками вот ну собственно дочки видимо тоже были не против но гельфанд он этого как бы не совсем понял ну потом а он вообще одна из таких центральных тем его дневника он вообще девственник такой да и он все как-то хочется этой девственностью своей расстаться и все не так не удается хотя во многих случаях его просто укладывают что называется в постель но он как-то деляется не знает вообще как себя вести ну и вот со своей этой невинностью он расстался в Германии с немкой причем тоже любопытная история что такое насчитанный мальчик да он разбирал одну из немецких библиотек с тем чтобы эти книги отправить в Москву в СССР для того чтобы компенсировать ущерб нанесенный немцам и он переживает по этому поводу ужас почему ведь тут же будут строить социализм он убежденный советский такой человек тут же будут строить социализм и как же они без этих важных книг так им будет трудно в одной из книг он прочел полусомедицинская книга и то что он там понял по-немецки он понял что если вот сейчас с ним этого не случится то все потом значит ничего не получится он вышел на улицу подозвал значит немку первую попавшуюся вот и предложил ей с ним переспать согласилась почему согласилась довольно очевидно когда советский офицер говорил иди сюда то отказываться было не принято ведь у него кроме всего прочего был пистолет на боку да вот и он описывает свое это грехопадение в мельчайших подробностях вот ну и дальше уже он пустился во все тяжкие и наивный уже перестал совсем походить на наивного наивного мальчика стал завсегдатаем завсегдатаем черного рынка в общем познакомился не с одной немецкой женщиной в конце концов это кончилось тем чем это нередко заканчивается он заболел гонореей вот и опять-таки подробнейшим образом описывает какого от этого дела лечили лечение было совершенно варварское вот и как бы эти тексты надо давать наверное вот молодым людям период в пубертатный период чтобы они понимали чем некоторые похождения могут закончиться вот ну все в общем в итоге кончилось хорошо то есть вот из того что я пересказываю я думаю уже понятно чем почему дневники являются совершенно уникальным источником по истории войны сложился уже некий канон истории войны да и то что говорят и пишут о войне многие ветераны подавляющее большинство да это то что они считают правильным и очень часто не так легко добраться собственно говоря до каких-то их реальных воспоминаний но у многих они в существенности перемешаны с тем что они уже видели слышали и кроме такой понятной аберрации памяти есть еще и такие преувходящие моменты когда люди писали дневники они не знали как положено они писали так не все некоторые писали сроки и дневник как положено не все писали то что они видели чувствовали переживали и есть такая тема очень часто обсуждается в обществе в той части которая интересуется историей история войны в особенности или историками политическими деятелями что вот сейчас откроются архивы но они в относительной степени уже открыты но далеко не до конца откроются архивы и мы все узнаем мы узнаем как это все было в действительности ничего подобного доложу я вам многое узнаем далеко не все потому что в архивах находятся документы которые писали люди с определенными целями да и там очень много любопытного и действительно до сих пор не ставшего ответным достоянием но не нужно думать что только архивы дадут нам представление о подлинной истории без вот этого человеческого взгляда без личного опыта это бессмысленное дело и дневники в этом плане совершенно уникальный незаменимый источник ибо например письма военного времени они проходили цензуру там и солдаты в основном знали что они цензируются и соответственно письма это в общем источник не той степени откровенности каковыми являлись дневники ну говоря возвращаясь к дневнику Гельфанда что еще трезвычайно любопытно сохранился семейный архив и он приобрел в Германии фотоаппарат и активно нашим образом там снимал и у нас есть просто уникальный набор фотографий часть вот из них публикована в книге военный дневник Гельфанда вот вот это его семья с мамой и папой это Гельфан подросток это его родственники по отцовской линии которые были убиты немцами в 1942 году то есть то что получило последствия названия холокоста было известно не понаслышке и задолго до того как Красная Армия освободила Польшу и обнаружила нацистские лагеря уничтожения у многих людей и особенно многие на западе холокост это прежде всего Польша это лагеря уничтожения и действительно лагеря была уничтожена значительная часть относительно большая часть евреев убитых в период Второй мировой войны в СССР была другая стратегия у нацистов евреев расстреливали места как прожило недалеко от этих мест иногда действительно спрывались и Гельфант об этом узнает достаточно рано и об этом выписывать так вот это Владимир Гельфорд он закончил курсы младших лейтенантов апреля 43-го года ну а далее целая серия вот 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 это он в Польше вот немецкая девушка говорит что он похож на итальянца ведь это на самом деле чем-то похож на итальянца из фильмов так а это его серия снимков которую делал он и его товарищи в Германии в Берлине в этот снимок и далее вот смотрите это легко узнаваемые Бронетбургские ворота так это очень рано воздвинутый уже тогда мемориал советским воинам павшим при штурме Берлина танк и он на том же самом месте находится ну это он опять же со своими товарищами вот смотрите как мог выглядеть советский офицер в то время да обратите на прическу да вот видите наградили Келефанта в конце войны уже за бои 45-го года орденом красной звезды а это вот он видите чудач что-то такое себя примеряет усы наклеивает еще там чего-то в общем молодой человек своего времени но это вот немецкие подруги разные это ему даже писала после окончания войны вот тоже серия этих чудачеств видите вылетелся в цилиндр и это виды этого послевоенного Берлина Штетинский вокзал Штетин теперь это Щецин польский да и вокзала этого нет он не существует он разрушен это черный рынок вот черный рынок вот это Гельфанд со своим этим аппаратом но тоже видите чудачит ну волосы у него натуральные да но вот такой значит образ вот и это вот книга обложка книги Владимир Гельфанд на фоне этих самых бронетбургских ворот тоже видите с небольшой короткой вот такая толстенная получилась книга 750 страниц вот с подробнейшими комментариями так значит существует и немало других я говорил о нескольких дневниках да есть дневнички совсем короткие ну вот этого ну не то что не менее ценный но тоже очень ценный мне особенно впечатлил меня да дневник Павла Эльфинсона сержанта артиллериста прошедшего практически всю войну 42-го года в части Сталинградской битвы раненого и прочего он начал вести дневник в 44-м году почему потому что они подошли к труту границы Советского Союза и он записывает что вот мы идем за границу я никогда наверное больше за границей не буду надо это все записать и он побывал действительно в Румынии Болгарии Игославии Венгрии и Австрии вот такой так сказать туризм ну туризм конечно в кавычках потому что то он восторженно совершенно пишет что Болгарии и Яглославии так встречают не встречали ни в России ни на Украине и там бросают еду и все время вино все время там пьяные он так пишет все еще замечательно и так далее вот а потом Болгария собственно говоря она Болгарии объявили войну но Болгария тут же произошел переворот и она объявила наоборот войну Германии да в Югославии встречали конечно освободителей а потом в Венгрии были тяжелейшие бои тяжелейшие бои при фронтировании Дунная и штурм Будапешта и он записывает в один день что сегодня погибло четверо его товарищей и невольно думаешь когда же и он записывает когда же моя очередь когда же моя очередь то есть вот это ощущение что ты можешь погибнуть в любой момент оно не притупляется со временем и уже колоссальный его военный опыт он в данном случае ничего не значит ну в общем добрались они и то Австрии вот ну можно привести самые неожиданные сюжеты встречаются в дневниках и история любви и юмор иногда и много чего любопытного и просто ну уж действительно почти записки туриста я конечно все это в павычках да дневник майора Сафонова он в Питере находится в отделе рукописи он был картографом и его задача была собственно нанести на карту достоверную военную карту территории которые Красная армия освобождала или оккупировала в зависимости от того с кем воевала так сказать жертвы нацистов рейс или со стороной нацистского блока и он побывал тоже в ряде стран и в особенности его поразила Австрия который он мечтал побывать в Вене там то мечтал увидеть венский лес понятно почему потому что это Штраус сказки венского леса и прочее и он действительно побывал в Вене и он побывал в венской опере которая была частично разрушена в повалку спали значит там и лежали солдаты и он значит там присел и Штра там немножко сыграл на рояле и думал ну а не исключено что когда-нибудь значит а вдруг самый Штраус на этом самом рояле там играл и так далее и он подробней подписывает замки там разные и прочее прочее вот такие бывают тексты но чаще конечно это такая военная тяжелая повседневность ну могу привести последнее что я прочел в смысле дневников это дневник Николая Гензлина политработника потом политработников сильно подсопротили и он заканчивал войну уже не в качестве политработника а в качестве артиллерийского офицера ну он и до этого был в артиллерии ну был там политом а политом потом политом потом стал разведчик собственно в артиллерийском дивизионе вот он описывает тяжелейшие бои на Северном Компаде сначала в районе Таганрога и Ростова в 1942 году тяжелый период отступления и потом на Северном Компаде вот но тоже дошел до Германии да тоже закончил войну в Германии но там правда в Германии записи такие отрывочные уже и так далее так что дневников не так мало они весьма многообразные люди писавшие очень разные но что-то их объединяет конечно это вот такая склонность к рефлексии я бы сказал да и в какой-то степени чувство истории неосознанными самими да вот как-то зафиксировать то что происходит и как-то у некоторых из них это отчетливо проявляется оставить о себе память след опять же люди не знают что их ждет завтра иногда встречаются дневник сержанта Бориса Комского замечательная совершенно он родится в архиве Балаватника в Нью-Йорке он там описывает начал воевать на Курской дуге буквально накануне экзамена в офицерском военном училище их просто всех погрузили отправили значит вот на Курскую дугу потому что были Курский выступ ну знаете что битва на Курской дуге крупнейшее сражение в мировой истории вообще не только крупнейшее сражение Второй мировой войны устро не хватало людей и их недоучившихся бросили туда воевать он тоже минометчик был значит там сержантом присвоили сержантов а не младших лейтенантов и бросили туда и за несколько дней буквально его рота начала превратилась из минометной в пехотную потому что были разбиты минометы в нем противника а потом она просто ее не стала она была полностью уничтожила ему повезло потому что мы ранили за день за пару дней до этого он оказался в госпитале вот а все остальные были вот такая история очень интересный тоже дневник пункт 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 тоже молодой парень когда начинается война ему 17 лет но вот он человек немного другого психологического склада чем Владимир Гельфанд гораздо более уверенный в себе вот закончил войну лейтенантом в Германии ну к сожалению его германскую часть дневника его жена впоследствии уничтожила как он рассказывал вот так как-то ей не понравилось то что он там записывал вот так что вот такой беглый обзор дневников военного времени источник беспрецедентный я бы сказал так и его значение для понимания того что мы называем иногда человеческим измерением войны трудно переоценить так что читайте это в общем беззвучайно увлекательные тексты и это почти всегда роман воспитания я бы сказал так роман воспитания литературный жанр потому что видно как человек меняется меняется особенно если дневник отвелся достаточно продолжительное время как другими становятся авторы дневника к концу войны или к окончанию для них боевых действий иногда автор выбывает потому что его ранят и он уже не возвращается на фронт ну и так далее вот ну а теперь готов ответить на ваши вопросы если такого имеются да еще я сказал одну важную вещь учитывая что это все-таки семинар еврейского музея и центра толерантности совместно как я понимаю с проектом прожито как вы заметили почти все о ком я говорил это евреи Борис Сурис Владимир Гельфанд Борис Комский Павел Ильич Яковлев который обращал недавно это здесь почему так ну потому что евреи были самой образованной советской нацией доля людей с высшим и средним образованием среди евреев она в разы в десятки раз превышала долю многих народов СССР и они практически все были городскими жителями почти все подавляющее большинство были городскими жителями в особенности жителями крупных городов и многие были студентами высших учебных заведений или их закончив хотя что называется прекондишн да но чтобы вы представили себе да евреев с высшим образованием в абсолютных цифрах было больше чем украинцев примерно в то время или там в семь с полный раз больше чем белорусы там ну в силу определенных я не буду улыбляться в эту тему просто скажу что шанс на то что среди авторов дневника будет советский еврей да она шанс очень высок и действительно среди авторов много советских евреев некоторые из них вообще никак вообще не упоминают слово еврей дневники да для некоторых это очень важная тема некоторые страдают от антисемитизма проявления антисемитизма Гельфанд например он даже записывает почему я еврей почему у него гораздо родиться евреем а борис улес он вообще совершенно не чувствует никакого такого отношения он пишет почему-то все меня любят все все хорошие отношения все меня любят вот и действительно судя по дневнику одессит с прекрасным чувством юмора и с художественными дарованиями пользовался вообще там популярностью как-то в тех в студиях он служил при штабе переводчиком в штабе той частью которой он служил ну и так далее так что все было очень по-разному люди были очень разные вот ну то что еврейский музей избрал темы семинара дневники я думаю что это очень правильное решение и среди прочего военные дневники не военные дневники да они дают представление конечно о истории советского еврейства которое опять-таки оказывается не совсем такой или совсем не такой как бы там принято считать понимать и так далее пожалуйста вопрос да у меня есть вопрос возможно вы упоминали про это но мне интересно при каких именно обстоятельствах был найден именно этот дневник и при каких обычно находят военные дневники то есть их передают может потомки или как-то случайно они у вас оказываются ну дневник Гельфин да как я уже сказал он хранился в семье его значит автор сохранил и он пытался опубликоваться после войны у него были статьи в газетах какие-то там местные такие печати в сборнике вышли его вспоминания в Киев но конечно публикации дневника там и речи было не было безусловно он вообще не вписывался ни в какие но хотя Гельфин был абсолютно советским человеком он кстати там когда-то пишет о Сталине в конце войны после войны Сталин сон самоё пишет вот так да и вот то есть вот он описывает всякие значит такие там ужасы всякие непотребства и так далее с которыми он сталкивается и при том он никак это не связывает с властью центральной но никак более того он пытается писать там в военной газете там дивизион и он пишет тем языком которым положено писать в дневнике одно в тексте даже для снингазеты уже совершенно другое он знает что писать надо вот именно это очень такой характерный пример такого двоемыслия о котором он даже как-то и не задумывается ну понять понимание так положено так и надо да и вот его попытки послевоенной публиковаться это было все в семье и Владимир Гельфанд спронищался в 81 году он 21 года рождения да значит а его сын Виталий Владимирович он вывез это все они уехали эмилировали в Германию вот семья и он вывез это все с собой и там посвятил себя расшифровке как-то публикацию наследие отца потом об этом узнала немецкая историка Шерстяной вот и вот это она опубликовала немецкую часть дневника в переводе на немецкий это был бестселлер в Германии по-моему продали 80 с чем-то тысяч экземпляров это гигантская цифра для военного дневника тем более написано иностранцем да не немцем вот ну и уже потом как я уже рассказывал со мной Виталий Владимирович связался и в итоге он все это просканировал дневник этот оригинал передан в еврейский музей Москве и там сейчас хранятся так же как неопубликованная переписка военного времени вот так что вот такая история так и так получилось но другие дневники я уже говорил по моему опыту по большей части они хранятся в семьях к сожалению очень многие выбрасывают эти ненужные бумажки но так в общем хранятся в семьях вас не слышно включить микрофон включите не отключили простите спасибо большое за лекцию очень интересно у меня вопрос такого я работаю в редакции журнала и моя сотрудница коллега она она имеет такой семейный дневник своего деда Попова часть фрагмента она уже опубликовала в книге в Тульской области пыталась анализировать его и меня заинтересовал и я тоже ознакомилась с этим дневником вернее с семьей брат и получается то есть внуки расшифровали этот дневник он погиб в 45 году к сожалению возвращаясь и так как-то не совсем бесславно то есть заболев и погибнув после войны и практически всю войну он ввел эти записи они хранились потом в семье и меня заинтересовал тот аспект что он не стеснялся вообще вести этот дневник и там достаточно резкие такие комментарии по действиям непосредственно и руководства причем самого высокого уровня относительно организации вот их военных действий скажите пожалуйста насколько вообще мне кажется это не очень типичное проявление то есть такие элементы замалчивания все-таки встречаются это было опасно как вы правильно рассказывали но вы знакомитесь с таким большим количеством этих военных дневников как распространена вот эта практика такого критиканства и смелых обращений относительно осуждения даже действий командования или это вообще очень редко ну вы знаете встречается нередко люди не боялись потому что они были советские люди и они считали что это они значит они стремятся устроить эти недостатки понимаете вот такая вот так что кстати о дневниках военных у меня подробно написано у меня вышла в этом году книга называется люди на войне вот вот я в издательстве новое литературное обозрение и я эту книжку вам рекомендую почитать если вы хотите узнать в том числе военных дневниках но там разно на самом деле там значительная часть построена именно на дневниках этому посвящена специальная глава там там анализируется дневник Ольги Прегольц в том числе его не публиковавшуюся ранняя часть вот только только что вышла в реке о том послевоенной частью дневника так ну очень много там уделено именно такого рода документ именно такого рода документам в том числе там скажем вот о чем что мы можем прости в дневниках и некоторых других источниках личного происхождения говоря простым языком это о взаимоотношении мужчин и женщин на войне которые были очень разные не только далеко не всегда романтичные романтические и прочее прочее вот там у меня одна глава так и называется мужчин и женщин а то что касается истории удилия Накагана обнаружения трупа Гитлера она его зубы носила в коробке под мышкой некоторое время там получилось это было конечно страшно секретно и выяснилось что сейф еще не подвезли эти спецгруппы ей значит вручили коробку бордовую коробку то ли с подовой то ли с поддешевой бижутерии и она ее под мышкой носила по меньшей мере там день или два и ей было уверенно не спускать с нее глаз представляете ответственность значит зубы Гитлера и страна страшно досадовала тут 9 мая день победы все празднуют она с этими с этой коробкой даже там выпить невозможно в общем так далее так что вот там последняя глава так и называется зубы Гитлера посвящена этой истории вот внучка был у них хранитель внучка Елена Ржевская переводчик Лябов Сум замечательный переводчик да ну вот она мне там показывала эти тетради и предоставила для публикации книжки некоторые фотографии из семейного России чрезвычайно конечно интересные вот чрезвычайно интересные в том числе там есть сохранилась схема зубов Гитлера которую написал нарисовал глава этой комиссии по исследованию трупов обнаруженных в рейх-канцелярии подполковник Фаус Каравский да и там же поправки альтернативная схема нарисована ассистентом зубного врача Гитлера Кэти Хойзерова это сохранилось тоже в личном архиве Елены Ржевской чрезвычайно интересно вот ну много чего-то другого вот ну это что таким образом это не необычно это было судьбы могли быть разные иногда это все было нормально а иногда людей арестов например Данил Фитих журналист и писатель его там кто-то из восслуживцев видимо штудировал его дневник и вычитал там такую фразу что сейчас нет таких вот ораторов как прежде вот Троцкий например там был оратор ну и все 10 лет за то что значит Троцкого это 43-й год и Троцкий уже покойник и вообще совершенно нейтральная фраза но это никому нибудь донесли а Мехлису который Большиного военного совета фронта на котором самый Фибик служил в армейской газете ну и арестован из фронта отправлен в Лавит 10 лет отсидел до звонка до звонка вот совершенно средства человек даже более того там пишет ну там рассказывает записывает рассказы о том как крестьяне не больно помогают выпирающимся из окружения красноармейцам и он дописывает что кулачье проклятое не добили во время коллективизации тогда вот так что такой убежденный я цитирую по памяти недословно но суть такая когда кто-то обменял просили хлеба он значит часы ездили тогда поменял поменял буханку хлеба на часы а часы тогда было колоссальное и так далее то есть если у него там есть какие-то негативные замечания то критические в том плане что то что нам нужно исправить но вот фраза отростка погубила иногда я работаю с разного рода источниками в том числе с судебными материалами например и там встречается среди материалов в военных трибуналах вел контрреволюционный вел дневник контрреволюционного судержания несчастливо оно встречается так что ну это замечательная то что вы рассказываете а дневник это собирается публиковать полностью где-то вообще да она готовится она будет анализировать то есть как социолог я очень я порекомендую вашу книжку ей обязательно прочесть я думаю будут публикации и она думает о том что передать этот дневник в дальнейшем пока она хочет сама поработать с этим мне кажется может даже передаст в дальнейшем ну понятно в общем если нужна будет какая-то помощь или консультации то я это передам да хорошо да вот институт советской постсоветской истории на сайте высшей школы экономики можно найти ну или меня просто найти интересные уникальные какие-то вещи я с удовольствием прочитала было сложно его именно воссоздать почерк такой вот как вы говорите да что на чем попало писали и в каких угодно условиях и они несколько лет потратили все восстанавливая пытаясь и начали приступили к анализу ну это расшифровать это это самая маленькая проблема конечно конечно во всяком случае для историков профессиональных которые работают нет они не историки непрофессиональные просто в семье вот внуки получают да 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 а что если будет нужна какая-то консультация или помощь пожалуйста хорошо я ей передам спасибо пожалуйста еще какие-то вопросы вот вы упоминали про контрреволюционные дневники а вы могли привести каких-нибудь авторов которых можно было бы прочесть дневники нет ну секундочку значит это не я говорю про контрреволюционные дневники это следователи квалифицировали трибунал как контрреволюционные это совсем не означает что там что-то контрреволюционное да например то что Тросский был прекрасным оратором это что называется каждая собака знала да в Советском Союзе там из-за его предел и сама по себе эта запись она как бы это уж нравы сталинского времени особенно конкретного там Льва Мехлиса в прошлом начальника главного политического управления то есть главного комиссара Красной Армии были такие там тот же самый дневник Гельфанда можно было совершенно спокойно как контрреволюционный квалифицировать ну контрреволюционный такая формула да там была статья 58 58 статья о контрреволюционных преступлениях государственных преступлениях там и там много было пунктов да разного рода в том числе наиболее популярный популярный кавычка в том числе там осажденных 58-10 это антисоветская агитация пропаганды и огромное большинство того что я видел дел военного времени это люди за слова осаждают что там за дневник не то сказал например клеветал на советскую печаль основание для ареста клеветал на сообщение саундформбюро клеветал на колхозной строй ну если перевести на русский язык то не верили люди потому что пишут печать и не верили сообщения саундформбюро мы правильно делали потому что там рядом сообщение о том сколько уничтожено там солдат офицеру противника военной техники и прочие при этом почему-то все новые новые территории сдавались противники и там есть замечательные Михаила Пришвина я уже не говорю о дневнике военного времени или военнослужащим скажем есть замечательные дневники Михаила Пришвина Всеволода Иванова писателя и И они в одну, значит, тушу, по-моему, это упришено, что никто радиус не может слушать, настолько оно действует вообще просто раздражающе, угнетающе, как угодно. Но если подобные записи, или, например, Георгий Славгородский, я еще поучаствовал в здании дневника Георгия Славгородского, посмертно изданного через много лет после его гибели. Он погиб в 45-м году, к сожалению, прошел всю войну и погиб на территории Польши. Он записывает, например, слова одного из своих сослуживцев по поводу публикации в СССР. В печати «Всё ця брехня». Вот эту фразу можно было запрещать. Если это и тот же самый Славгородский, видите, в дневнике он что-то такое записал, ну, тоже можно было бы его как-то квалифицировать, как контрреволюционер. Поэтому это вопрос трактовки. Это в подавляющем большинстве почти все. Это были советские. Ну, и там есть действительно дневники некоторые, какие критичные к власти как таковой. Их очень мало, но есть такие, встречаются. Но в основном это пишут советские люди, которые недовольны тем, что война ведется как-то не так по их мнению. Ну, или Борис Комский, абсолютно такой советский патриот, комсорг и так далее. Вот он написал, что, как ему рассказали, как погибла его, значит, рота, остатки его роты. Что пьяный капитан Форнель повел роту в лобовой атаку. Запросто могли пришить клевету на Красную Армию, на что угодно. А это, конечно, вряд ли можно сомневаться, что то, что он записал, так он и был. Это я ему рассказал один из немногих выживших после этой вот страшной атаки, когда этот самый пьяный, так сказать, маленький военачальник повел роту на политинокративных. Так что, вот таким образом. И это, как раз то, о чем я говорил, вы прочитаете именно и только в дневнике. Об этом не писали. Домой, если кто-то находился, кто писал, то следующего письма вряд ли дождались бы его родичи дома и так далее. Вот, пожалуйста, еще какие есть вопросы. Олег Витальевич. Олег Витальевич, да, спасибо большое за лекцию, спасибо большое за книгу, вышедшую. Я прошу прощения за свой экран, у меня проблемы с камерой. Вот, у меня на самом деле много вопросов, я постараюсь там... Я хотел спросить, проводились ли исследования дневников вот, собственно, Второй мировой войны, да, Великой Отечественной, и, соответственно, дневников, понятно, что их было меньше, но они тоже были, дневников Первой мировой, да, вот, ну, там, 14-18-го годов, российские дневники, я имею в виду, и, соответственно, были ли сравнительные исследования дневников советских и дневников, которые велись, опять-таки, там, в германской армии, я не знаю, в германском обществе, или в бойцах союзников. Вот, и, извините, еще один такой вопрос, но он уже такой, скорее, общий философский, наверное. Вы, как человек, прочитавший очень много дневников, мне интересно ваше мнение военных, вот этот момент с рефлексией, и, собственно, рефлексией не только, понятно, над самим собой, своими переживаниями, но и над окружающими людьми, вам чаще попадалось рассуждение о том, что война портит людей, или же, скорее, там, война, не знаю, позволяет что-то, ну, какие-то наоборот. Будет лучше, чем человек. Да, 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 да. Вот я понимаю, что там будет и такое, и такое, вот что чаще встречается? Мне практически не встречалось в дневниках, что война что-то такое лучшее в человеке выявляет. И я хочу сказать, что это Мишо Лобема. С моей точки зрения, это абсолютный миф. Война – это страшное дело. Так, она никого не делает лучше. Справедливая война, или несправедливая, на войне убивают. И на войне жертвует жизнь на других людей. Я прошу прощения, Олег Кавидачич, я, наверное, плохо сформулировал вопрос. Меня, наверное, немножко другое интересует. Смотрите, не то, что... Нет, понятно, что это мифологема. Там, как бы, да, героическая сторона. То есть есть ли об этом в дневниках? Вы это имеете в виду? Нет, 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 не это. Я имею в виду момент, скажем, когда автор дневника фиксирует некое свое удивление от того, что он ожидал, что люди будут вести себя одним образом, а они ведут себя другим образом. Ну, собственно, да, там дневник Гельфанда о том, что, ну, вот он, да, советский патриот, и он сталкивается, собственно, с реальностью, да, которая не совпадает с его представлением о войне, об армии. И понятно, что он будет там поражен, да, как это там, вот, не знаю, в армии воруют, в армии пьют, да, нету никакого интернационализма. Понятно, что он фиксирует, как бы, вот, свое, да, вот, столкновение с тем, что вот он ждет одного, а встречает более худшее поведение. Но я имел в виду, что наверняка же были и случаи, когда люди ожидали, уже имея военный опыт, да, уже имея, как бы, да, что война – это ужас, тем не менее сталкивались с какими-то, вот, неожиданными проявлениями человечности. Насколько это часто встречается? Вот, наверное, это я имею в виду, да. Ну, не слишком. Не слишком? Не слишком. Там встречаются записи о тех или иных, скажем, воинских, там, достижениях. того или иного, там, военнослужащего. Ну, вот это рассуждение о том, что встречаются записи, люди обретают друзей иногда на войне, да, очень нежно к ним относятся. Там, вообще, дружба на войне – дело такое. Так, чтобы часто встречающиеся, во-первых, там колоссальная текучка была, очень высокий уровень потерь, там, и много чего другого. Такого, что… А вот смотрите, какие там люди оказались человечные, ну, крайне редко. Крайне редко. Отвечая на другие ваши вопросы, можно ответить, одним словом, нет. Значит, нет сравнительных исследований и дневников Первой и Второй мировой войны, насколько мне известно, во всяком случае. Так, что-то такое… Нет, вернее, о дневниках. Это сравнивало письма из Сталинграда, советские и немецкие. Это Южен Хельберт, главная там статья. Так, дневников не припомню, честно говоря, чтобы были такие исследования сравнительные. Вообще, таких специальных исследований о дневниках военного времени я не припомню, чтобы была, условно говоря, монография такая-то, да. Есть на эту тему рассуждения в тех или иных статьях, предваряющих нередко публикацию этих самых дневников, да. Но, по-моему, по-моему, не припомню. Не могу вот так вот рекомендовать какую-то конкретную книгу или статью на эту тему, ну, разве что за исключением своей собственной, да, главы моей той самой книжки «Люби на войне». Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Олег Витальевич, если позволите, у меня есть пара вопросов. Первый, известный случай, когда дневники советских военнослужащих попадали в руки, собственно, немцев и переводились на немецкий язык. Для чего это делалось и как они использовались потом? И известно ли было, насколько широко об этом было известно в советской армии, и как и могло ли это влиять вообще на введение дневника? Да, ну для чего делалось это понятно? Для того, чтобы там какую-то информацию извлечь. И, посмотрите, ведь переводил дневник переводчик, да, пользователем был соответствующий военачальник того или иного ранга. Ему нужно было дать материал. Потом у немцев, надо понимать, у них работала пропагандистская машина, и довольно эффективно работала. Там была такая венета, у них специальная служба пропагандиста, и так далее. И им нужно было, они хотели понять, что из себя представляют советские солдаты, и как, на каком языке с ними говорить. В этом плане дневники, конечно, у них была масса пленных, с которыми можно было общаться. Но дневник это тоже была такая, вполне себе интересный материал для составления представления у советских военнослужащих. И иногда это использовалось в пропагандистских целях, то есть какие-то фрагменты публикового. Была обратная сторона. У немцев как раз много дневников велось, это даже там прощрялось, не запрещалось. И иногда эти дневники захватывали, как правило, на трупах убитых, и это использовалось в процессе пропагандии. В частности, Лейлинг неоднократно цитировал дневники немецких солдат. Да. Спасибо вам. И второй вопрос. Если говорить об этом элементе, как положено в дневниках советских солдат, существовали ли образцы? То есть распространены ли были в периодической печати и в литературе тексты дневниковой формы в военные годы? Нет, не встречалось. Нет, ну такого, слушайте, введение дневнику совсем не поощряло. Повторяю еще раз, что считалось, что их запрещено ввести. Их на самом деле запрещали ввести во многих, в подавляющем большинстве, вероятно, случаев. Например, Борис Комский после войны расслабляет, почему так вывели дневник в литературе. Я не знал. Если бы знал, так я бы не ввел. Гельфанд, он читал иногда свои эти самые записи, товарищи, но обычно это еще кроме издевательств не вызывало. Однажды вдруг, там такой был момент, вдруг резко меняется стиль. И он пишет, о, как здорово, значит, вот у нас тут теперь политрук, который мне там объясняет, что надо делать, как ввести дневник, что я должен писать о боевых делах нашей части, о том, как политрук проводит работу, и все такое прочее. Хоть идет текст, но какой-то такой странный, до нелепости. А потом, через несколько дней, появляется. Наконец-то я избавился политрука от политрука, который с ней в одной землянке жил. И теперь могу писать вообще там, что хочу в таком духе. Так что, вот такие были наставления. Он не запрещал ему вести дневник, но объяснял, как, что он должен там писать. Но он, имея под глухом этого политрука, писал, чтобы что-то ему, если не угодить, то, во всяком случае, не вызвать какую-то негативную реакцию. Потом стал писать. Опять все то, что-то. Потом пишет, какие глупости писал раньше в дневнике, там, в таком духе. Ну, потом это прошло, и он вернулся к этим самым глупостям, кавычках, конечно, которые для нас и представляют наибольший интерес. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok